Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Также, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с прошедшими уже праздниками, пожелать счастья в новом году, здоровья, и чтобы все у вас получилось так, как вы хотите. Итак, я продолжу серию. То, чем обыгрываем мы наши аккорды мажорные, минорные и так далее. В данном случае мы с вами рассмотрим, чем можно обыгрывать мажоры. Эти данные я вам буду говорить, исходя из того, какие уроки у меня есть на канале. Поэтому всегда вы можете воспользоваться этим совершенно без проблем, пройдя по рекомендациям, которые я тоже буду давать в этом видео. Итак, начнем с мажоров. Рассмотрим это все на до-мажорном аккорде, если брать простые аккорды. Либо же, если в септаккордах, то это будет аккорд дом H7, большой мажорный септаккорд. Разница, напомню, в чем. В дом мажоре у нас нотки до ми соль, а в септаккорде дом H7 у нас до ми соль, и прибавляется седьмая ступень си. Вот и вся разница. Все нотки чистые в данном случае. Итак, чем можно обыграть? Начнем с гамма, естественно. Гамма какая? Может быть использована гамма для обыгрывания до-мажорного аккорда или до-мэйч? Ну, естественно, тоническая, то есть до-мажорная. Это все чистые ноты в данном случае. Это будет все звучать, но достаточно простенько по-мажорному, потому что гамма мажорная. А теперь, например, если мы хотим тоже в гамме обыграть, но получить лидийский лад. Видео на лидийский лад также есть, можете посмотреть. Я лады разбираю в гаммах. Итак, что такое лидийский лад у нас? Это повышенная четвертая ступень в гамме. В до-мажоре у нас это будет нота фа-диез. То есть вот до-ре-ми-фа-соль-ля. Это чисто до-мажорная гамма. А теперь у нас будет до-ре-ми-фа-диез-соль-ля. То есть в итоге мы видим, что у нас фа-диез при ключе появился. Это говорит нам о том, что это будет у нас тоническая гамма-соль-мажор. Ну, или если хотите в минорах, то ми-минор. Если мы до-мажорный аккорд, либо до-мэйч, обыграем гаммой соль-мажор. То мы как раз получим очень интересное звучание за счет вот этой вот нашей нотки, повышенной четвертой ступени. Вот это вот до-мажор, а вот повышенная четвертая. Если в аккорде смотреть, очень загадочное звучание получается, очень интересное. Можете попробовать поэкспериментировать, собственно. Далее. Теперь мы приходим к пентатонике. Какой же пентатоникой у нас обыгрывается аккорд мажорного типа? Ну, конечно же, напрашивается параллельная тональность. Это пентатоника ля-минор. Да, она будет звучать вполне, но не очень-то круто, скажем так. Но применять ее можно. То есть, если аккорд до-мажор, то можно применять и пентатонику до-мажор. Ну, для тех, кто не знает, напомню, до-мажорная пентатоника равняется ля-минорной пентатонике. Это одно и то же. Можем обыгрывать. Далее. Как бы основная пентатоника все-таки для обыгрывания до-мэйджа будет являться ми-минорной пентатоникой. Ну, если хотите соль-мажорной, как вам удобнее будет. Не блюзовая, я имею в виду, а именно простая. Поэтому, если у вас есть аккорд до-мэйдж, тут есть нота си. И вот как раз она, эта нота си, она отличает пентатонику ми-минорную от ля-минорной. И поэтому, играя ми-минорную пентатонику на аккорд до-мэйдж, вы получаете хорошее звучание. Именно акцентируя эту ноту си. То есть, она как основная, это запомните. То есть, если есть мажорный аккорд, то пентатоника, которая вам нужна, если минорная, то это будет находиться большой терцией выше. А если вам нужна мажорная пентатоника, то это будет у вас квартой ниже. Ну, или квинтой выше. Как вам будет удобнее. В общем. Далее. Какая еще у нас пентатоника может быть использована? Конечно же, если мы хотим получить тот же литийский лад, мы можем найти ту пентатонику, в которой будет вот как раз находиться эта нота фа диез, наша четвертая повышенная ступень в до-мажоре. А это у нас получается пентатоника си минор, потому что в ней все чистые ноты, но как раз присутствует фа диез. И она тоже может звучать, только нужно осторожно ее играть, потому что все-таки в ней далеко не все ноты будут хорошо звучать на аккорд до-мажор. Но некоторые, конечно, будут. Но также можно будет это все варьировать вместе с гаммой. То есть, когда вы играете пентатонику, какую-нибудь семинорную туру, да? Вы можете всегда уходить в арпеджио, в гамму и так далее. То есть кусочки гаммы играть. И будет у вас хорошо получаться. То есть комбинируйте, скажем так, и гамму, и пентатонику, и арпеджио. Без проблем, будет все нормально. Далее у нас есть, конечно же, ля минорная, дарийская пентатоника. Напомним, это та же пентатоника у нас обычная. Вот, только вместо одной из ступеней вместо ноты соль у нас будет находиться нота фа диез. То есть шестая повышенная ступень в ля минорной гамме. То есть напомню позицию. Позиции пять, опять же, они даны. Можете посмотреть. То есть никакие ноты здесь нам совершенно не мешают. И как раз эта нота фа диез будет вам давать чисто лидийское учение. Можете даже назвать эту пентатонику в данном случае, если играть ее на дом-эйч, как лидийская пентатоника. Вот. Что у нас еще есть? Так, собственно, по пентатонике все. То есть у нас получилось четыре пентатоники. Это ля минорная пентатоника, ми минорная пентатоника, си минорная пентатоника, и ля минорная, дарийская пентатоника. Она же будет как дом-мажорная лидийская. Далее идем. А теперь, чем можно обыграть в арпеджио, соответственно? Есть аккорд также у нас до мэйч или до мажор Естественно, чтобы без лада, без какого-то, а просто сыграть поверх аккорда арпеджио Мы, естественно, можем сыграть до мажор на арпеджио просто Либо арпеджио от септаккорда, то есть до мэйч 7 Ну, само собой, это будет хорошо звучать, потому что что аккорд, что арпеджио одинаковые Далее, можно играть на до мажорный аккорд, либо до мэйч Но лучше в данном случае надо до мэйч Арпеджио ми минор, это может быть чистый ми минор Почему это будет хорошо? Объясню В аккорде до мэйч 7 ноты до, ми, соль, си А в арпеджио ми минор у нас ми, соль, си, ми, соль, си Получается, что три ноты из четырех у нас, собственно, совпадают с аккордом Поэтому это будет звучать хорошо Все будет нормально, в любой позиции можете рассмотреть это А теперь от септаккорда, то есть арпеджио ем 7 Так, здесь у нас тоже хорошо, почему будет звучать? Потому что ноты ми, соль и си Как раз то, что у нас есть в арпеджио до мэйч, в аккорде до мэйч Если пропустим первую ступень, то получится как раз у нас ми, соль, си И здесь ми, соль, си Но еще присутствует нота ре А нота ре это у нас девятая ступень в до мажоре То есть как бы будет создаваться ощущение звучания аккорда до мэйч 7 Когда мы будем играть одно на другое То есть на до мэйч мы играем ми минорное ем 7 Вот Тоже это применяете, естественно Но лада здесь никакого нет Также, опять же, на до мэйч, либо на до мажор Мы можем совершенно спокойно играть арпеджио Либо ля минор Почему? Потому что нотки до ми у нас совершенно спокойно входят А ля, которая присутствует в ля минорном арпеджио Ну, это шестая ступень То есть у нас будет получаться такое звучание аккорда си 6 Так И теперь как септ аккорд, да? То есть у нас, опять же, аккорда АМ7 Почему оно будет хорошо звучать? Опять же, смотрим, у нас какие здесь ноты До, ля, до, ми, соль До, ми, соль Значит, прям трезвучие до мажора Отлично И просто добавляется нотка ля А как мы говорили уже, это подчеркнет просто шестую ступень У вас в до мажоре Так С арпеджио, собственно, все Если без ладов идти Теперь посмотрим арпеджио уже с ладами Ну, в данном случае у нас мажоры обыгрываются Либо анийским ладом, то есть натуральным мажором Либо лидийским Я говорю сейчас об аккордах до мэйч 7 Не доминанция в аккордах, там другое Это будет дальше Итак, значит, арпеджио Ой, аккорд до мажор Либо до мэйч 7 Что нам будет давать лад? Естественно, нам будут давать лад лидийский Те арпеджио, в которых будет содержаться нота фа диез А так как мы поняли, что в до мажоре На до мажорный аккорд лидийский лад Это тональный сон мажор То мы должны гармонизацию сделать Какие вообще аккорды входят, собственно, в лидийский лад И мы видим, что если мы пойдем от ноты соль На первой ступени строится мэйч И он сразу содержит фа диез Это значит, что если мы на до мажор будем играть Соль мэйч арпеджио То мы будем получать наше лидийское звучание Далее, со второй ступени у нас строится минорный аккорд в соль мажоре Тут все чистые ноты, это ля минор Поэтому лада никакого здесь не будет И это не нужно Дальше у нас идет си минорный аккорд Ашем 7 И как раз здесь И здесь присутствует фа диез у нас Вот он Мы увидим арпеджио, и как и в аккорде Вот, значит, это арпеджио будет давать лидийское звучание Идем далее До, ну, соответственно, до мажор Но до мажор не будет ничего давать Дальше у нас идет, идет на пятой ступени в соль мажоре Это аккорд D7 И мы видим в нем фа диез Значит, арпеджио от аккорда D7 На до мажорный аккорд Обязательно будет вам давать лидийское звучание Так же, как и просто ре мажорный арпеджио Оно тоже содержит фа диез и, естественно, тоже будет давать вам лидийское звучание Так, далее у нас идет что? У нас идет полууменьшенный, например, аккорд Дальше мы строим, когда гармонизация Получается, что у нас от ре идет D7 От ми идет ми минор В ми миноре все чистые ноты Значит, ладно, никакого не будет И вот как раз у нас получается седьмая ступень В соль мажоре Это полумешонка Вот, от нее, естественно, тоже будет Потому что она прям начинается с фа диеза Поэтому арпеджио от фа диез минор 7 Минус 5 Это полумешонка Будет давать лидийское звучание Вот И еще что может быть Так, мы не посмотрели Так, мы не посмотрели с вами Просто уменьшонка от фа диеза Тоже она присутствует Если рассматривать трезвучие Именно они септаккорды Это у нас будет фа диез Ля До Фа диез Ля До Будет давать И соль мэйдж, как мы уже говорили Тоже будет давать Также его аппликатура есть И еще си минор Как мы уже подчеркнули Тоже арпеджио от си минора Мы берем и играем Вот эти арпеджио В которых содержится нотка фа диез И на аккорд до мажор Либидо мэйдж Это будет давать вам лидийское звучание Пробуйте, экспериментируйте Обязательно комбинируйте Арпеджио с гаммами, с пентатоникой Потому что нельзя на одном арпеджио Все это выиграть Или на одной пентатонике Это будет немножко скудновато Поэтому экспериментируйте С вами был Андрей Соловьев И всего вам доброго До новых встреч Друзья Рад приветствовать вас на своем канале В этом видео Мы с вами поговорим о такой теме Чем обыгрывать доминант септ-аккорды В данном случае мы будем с вами рассматривать аккорд Е7 Естественно, вы можете перенести И играть на другие доминант септ-аккорды Но я буду рассказывать на Е7 Потому что привяжу его еще гармоническому ля минору Так как мы проходили эту тему Соответственно, чтобы было нам проще все понимать Идет привязка какой-то тональности Так, начнем с того Что если у нас есть аккорд Е7 Без привязки к тональности Либо в тональности для мажора, например Первое Я буду рассказывать, какими гаммами можно обыгрывать Потом я буду рассказывать, какой пентатоникой можно обыгрывать И следующее Я буду рассказывать уже, какие арпеджио можно применять на данный аккорд Итак, поехали с гамм Если у нас есть аккорд Е7 То, естественно, мы будем его обыгрывать миксолидийским ладом Что такое миксолидийский лад, вы помните Это у нас мажорная гамма с пониженной седьмой ступенью Итак, попробуем сыграть ее Ну, прям можно с пятой струны, собственно Я навешу бас ми просто Чтобы вы слышали, как это звучит То есть вот такое у вас будет звучание Можно в разных, естественно, аппликатурах играть Ну, это у нас получился просто миксолидийский лад В данном случае Вот, ми миксолидийский Хорошо, эту гамму можем применять и эту тональность Поэтому мы говорим о том Если у нас, например, просто тональность для мажор То в ней на пятой ступени будет строиться Как раз аккорд Е7 Вот Далее Чем можно обыграть? Естественно, мы можем обыграть гармоническим ля минором Это не всегда будет звучать хорошо Это все зависит от контекста Если у вас есть какой-нибудь контекст Типа, ну, например, я не знаю Вот Чтобы так у вас шло Это именно гармоническое звучание Такое у вас было Тогда у вас будет это нормально звучать Но также, конечно, можно комбинировать все эти знания Это уже зависит чисто от вас Итак, гармонический минор Мы помним, что на пятой ступени Гармонического ля минора Строится аккорд Е7 Поэтому мы можем обыгрывать его Гаммой гармонического ля минора Вспомним Это у нас обычная гамма ля минор С пятого лада сейчас играю Но с повышенной седьмой ступенью Вот Это можно, естественно, применять Также повешу бас И чтобы вы послушали, как это звучит Ну, такое классическое звучание Достаточно очень часто применяемое Так, что мы можем еще В принципе, из гамм Из того, что мы прошли Из того, что я давал Это все Так, далее переходим к пентатонике Аккорд Е7 Естественно, мы можем обыграть пентатоникой ми мажор Ну, она же является параллельной до диез минор Это будет нормально звучать и хорошо Такой Марти Фридон получается Так, далее Естественно, можно использовать Блюзовую пентатонику ми мажор Блюзовый мажорный лад Ну, она же будет являться Блюзовой минорной пентатоникой до диез минор Далее Что у нас получается Мы можем использовать также Пентатонику ми минорную Да-да, ми минорную В блюзе часто применяется Особенно Джимми Кендикс Это часто применял Мы будем использовать как простую ми минорную пентатонику Так и блюзовую ми минорную Но аккорд у нас будет доминансовый аккорд То есть мажорный Е7 Такое у нас будет звучание Вот Так же и простую, естественно Без блюзового оттенка Так, это будет работать Так же можно аккуратненько использовать здесь пентатонику си минор Она ничем не мешает Но почему аккуратно? Потому что ноты, входящие в пентатонику си минор У нас многие, собственно говоря, присутствуют и в аккорде Е7 В Е7 у нас есть ми, соль диез, си и ре Так вот, ми, си и ре У вас будут присутствовать в пентатонике си минор Поэтому вы можете ее тоже аккуратненько играть Но, скажем так, более аккуратно, чем все остальное, что мы сегодня с вами проходили Итак, попробуем То есть Е7 Здесь будьте внимательны именно на остановках нот Какие ноты Останавливайтесь на нотах аккорда И тогда у вас фразировка будет более-менее приемлемой То есть все работает, все реально Далее Мы с вами проходили пятиступенный миксолидийский лад Он тоже здесь работает Естественно То есть мы берем Е7 Ну, или можно назвать это как си минорная дорийская пентатоника Кому как легче, собственно, запоминать Итак Е7 И Пятиступенный миксолидийский лад Я буду играть его от ноты си Вот так Ну, по сути, это си минорная пентатоника Просто одна ступенька здесь, вот здесь Понижается Все будет работать, естественно Вот, пожалуй, из пентатоника всяких пятиступенных ладов Это все Далее у нас идет что? У нас идут арпеджио Что можно играть сверху арпеджио Е7 Ну, конечно же, само арпеджио Е7 Тоже вспоминаем его Я, естественно, в рекомендациях эти ссылочки всегда вам Итак, вспоминаем То есть ми, соль, си, ре, ми, соль, си, ре, ми Это, естественно, Е7 на Е7 Всегда будет работать Так, далее у нас что идет? У нас пойдет с вами соль диез Полууменьшенный Соль диез М7 минус 5 То есть это вот Он в той же тональности, собственно говоря, строится Ничего такого Просто если мы даже возьмем сверху бас ми Вот шестую открытую беру То мы получим такой аккорд, как не Е7, а уже Е9 Ну, соответственно, на Е7, если это играть Будет звучание Е9 И будет нормально совершенно все Попробуем Все работает, по-моему Так, это мы с вами сделали Далее что можно играть? Ну, уже аккуратненько играем Си минорный Си минорный аккорд Септ-аккорд То есть также здесь Си минорный арпеджио Сыграем вот тут, например А вот можно второго лада Это будет работать просто менее приятно Но в контексте можно вставить свой вкус И это арпеджио Далее у нас здесь пойдет, естественно, параллельная тональность Как бы ми мажора до диез минор Почему она подойдет, понятно Потому что очень много нот В данном случае три ноты У вас в этом арпеджио входит в аккорд Е7 И исключением ноты Ре Ну, мы ее здесь не акцентируем Все будет работать совершенно нормально То есть до диез минорное арпеджио Теперь, если по трезвучиям просто пройтись Уже не в септаккордах, а именно трезвучия Значит, на ми е7 Убираем просто семерку и получаем Можно играть просто ми мажорное трезвучие Арпеджио Оно будет работать, конечно же Потому что все ноты там входят То, что нам нужно Далее, естественно, у нас пойдет Арпеджио Уже из гармонического минора В данном случае это будет арпеджио С нашей повышенной Седьмой ступени для минора Это арпеджио соль диез Дим Так, играем его Дим Сначала просто Дим Но потом уже там септаккорды То есть вешаем Вспоминаем, во-первых Соль диез Си ре Соль диез Си ре То есть это не септаккорд Это просто соль диез Дим Работать оно будет нормально Так, далее Что у нас здесь присутствует Ага Теперь мы можем аккуратненько С вами уже сыграть арпеджио Уходим в гармонический минора Пять в ля Как будто у нас есть 7 Это пятая ступень гармонического ля минора И играем уже полноценное Септаккордовое арпеджио Уменьшенное Значит оно у нас пойдет Так же от соль диез И через каждые полтора тона То есть Вот аккорды Ну и от них же пойдут Аппликатуры арпеджио Пробуем Просто четвертой стороной буду играть Можно комбинировать с гаммой Опять же ля минорной Гармонической Ну и разрешать это все дело Либо в ля минор Либо в ля мажор Так Ну вот вроде бы и все Из того что мы проходили Я вам рассказал Так что изучайте Чем можно обыгрывать домианство с арт аккорда Очень интересный аккорд И на самом деле Вариантов его обыгрывания Значительно больше Чем я показал Я вам не показал еще там уменьшенную гамму Не показал целотонную гамму Вот это тоже можно будет применять Но это все впоследствии Сейчас я то что давал вам уже в уроках Вот На основе этого я и создаю дальнейшие уроки Потому что Собственно мой канал создан как обучение Не как развлечение Вот По которому можно действительно научиться играть на гитаре Как теорию Так и практику Так что желаю вам освоения новых материалов Пишите Буду рад всегда отвечать Всегда отвечаю обязательно То есть фидбэк у меня нормальный Вот Ну кому нравится ставьте лайки Подписывайтесь Всем всего хорошего С вами был Андрей Славьев Пока-пока Друзья Приветствую вас на своем канале В этом видео я хотел бы с вами поделиться Чем можно обыгрывать Минорные аккорды В том числе септ аккорды У нас будет целая серия Собственно говоря Посвященная этому Будем обыгрывать минорные аккорды Доминансы Апт аккорды Мэйч аккорды То бишь мажорные аккорды Вот Но начнем мы пока с минорных аккордов Это так сказать Небольшой итог По предыдущим видео Который я давал Чтобы вы немножечко это все К одному знаменателю подвели Чтобы было не разрознено Итак Начнем Значит Допустим Будем рассматривать так же в ля миноре Как оказалось Это всем удобно Значит Представим себе Что у нас есть аккорд Либо ля минор 7 Либо просто ля минор Разница небольшая Добавляется нотка соль в ля миноре Отлично Значит Естественно Можно обыграть Гаммой ля минор Это понятно Гаммы и так далее У меня есть видео на этот счет Вы можете посмотреть Я ссылочку тоже буду давать В описании Как рекомендацию Значит Есть ля минор Есть гамма ля минор Опять же В семи позициях Вы можете спокойно играть Я здесь не буду гонять И гаммы Я просто показываю вам Теоретически Вот Естественно Вы можете ее применять Но акцентируя Определенные ноты Но это уже Будет относиться У нас к компровизации Поэтому сейчас я вам говорю Просто Вы можете ее применять И она будет хорошо звучать Не на всех нотах Нужно останавливаться Конечно же Держите ориентир На ноты Входящие в ваш аккорд На них лучше Останавливать свою фразу Итак Значит Гамма и ля минор Это у нас натуральный Просто ля минор получился Также У нас здесь есть что Конечно же Пентатоника Какими пентатониками Мы можем обыгрывать Наш ля минорный аккорд Либо М7 Значит мы Естественно Используем просто Ля минорную пентатонику Это всегда будет нормально звучать В разных позициях Неважно откуда вы будете играть Опять же Помните на каких нотках Вы должны останавливаться Так Хорошо Теперь Что еще будет хорошо Конечно же Ля минорная блюзовая пентатоника Она также есть в боксах У меня Можете посмотреть Так Далее у нас идет Дополнительная пентатоника Это будет пентатоника Ми минор Но не блюзовая А простая В принципе она отличается От ля минорной Всего лишь одной ноты В ля минорной пентатонике У вас отсутствует нота си Там есть нота до А в ми минорной У вас вместо до будет си Вот и все Это подчеркивает У вас девятую ступень То есть достаточно красивое звучание А будет получаться такое Кто любит вот такие вот всякие То вот это вот красиво получается Поэтому мы можем Совершенно спокойно Использовать ми минорную пентатонику На аккорд для минор Либо АМ7 Опять же боксик один сыграю Также от ноты ля Так думаю это понятно Далее Что у нас еще присутствует Конечно же у нас еще будет присутствовать Если мы будем в ладах играть То у нас присутствует ля минорно-арийская пентатоника По поводу этого тоже есть видео Ссылочка будет Значит она отличается тем В данном случае ля минорная Что вместо соль мы будем брать фа диез То есть здесь повышенная шатая ступень получается Играем Она хороша конечно не всегда будет А именно тогда возможно Когда либо просто статичный аккорд один у вас играет Либо же гармония написана С присутствием до арийского звучания Тогда она будет хорошо ложиться сюда Так И что же у нас еще Ми минорное сказали Ля минорное сказали Ля минор на блюзган Ля минорное сказали Отлично Вот по пентатонике Ну в общем-то пока все Теперь рассмотрим чуть-чуть шире И возьмем арпеджио Какие арпеджио можно применять на аккорд ля минор Конечно же можно применять арпеджио Просто ля минор Которое у нас тоже рассмотрено Неважно, какой четырех-трехструнный, пяти-шести. Вот, сыграю пяти, например. Ну и, соответственно, ля минор. Ля минор, он всегда будет звучать. Также, естественно, арпеджио АМ7 мы можем сыграть. Оно, даже если звучит просто аккорд ля минор, а вы играете арпеджио АМ7, вам просто добавится одна нотка, которая будет давать вашу седьмую ступень. Также аппликатурку одну сыграю вам. Это будет всегда хорошо звучать, запомните. Далее, у минора нашего есть параллельный мажор. В данном случае ля минор параллельен до мажору. Это говорит о том, что у нас и до мажорное арпеджио будет хорошо звучать, потому что нотки, входящие в до мажорное арпеджио, они присутствуют в аккорде АМ7, например. Вот, поэтому в аккомпанементе может быть ля минор. Но вы совершенно спокойно можете играть сверху до мажорное арпеджио. Так же, как и ей, вы можете играть арпеджио до мажорное арпеджио. Тут тоже будут все чистые ноты, но добавится нотка Си, которая будет подчеркивать как раз девятую ступень в ля миноре. Будете получать такое красивое звучание. Попробуем сыграть до мажорное арпеджио. До, ми, соль, си, до, ми, соль, си, до. Будет все хорошо. Так, далее что у нас присутствует? Ага, конечно же, у нас будет арпеджио ми минор. То есть, сразу скажу вам, что это не какой-то лад. В данном случае здесь нету натурального лада или дорийского, так как здесь отсутствуют эти ноты. Поэтому вы можете всегда куда-то уходить. Но здесь лада не присутствует в этих арпеджио. Ладового звучания не будет. Итак, значит, у нас ми минорный теперь арпеджио. Может ложиться на аккорд АМ. Играем ми минорное. Да, оно будет. Такую девятую ступень опять подчеркивает. Отлично. Теперь мы сыграем арпеджио тоже ми минор, но с седьмой ступенькой. Она нам ничем не помешает, добавится просто нота ре сюда. Также это будет акцентировано именно наша девятая ступень для минора за счет этого арпеджио. Также идем далее. Теперь у нас в ладах немножечко посмотрим это дело. Например, мы хотим получить дорийский лад путем арпеджио простого или от септаккордов. У нас также в аккомпанементе звучит ля минор. Так вот, нужно вычислить. У нас получилось уже, если рассматриваем ля минор как ля минор дорийский, у нас получилась тональность соль мажор. Итак, в соль мажоре какие аккорды содержат вот эту ноту, которая нас отличает от натурального ля минора? В данном случае, естественно, вот ля минор натуральный. Ля, си, дом, ре, ми, фа. А дорийский это ля, си, дом, ре, ми, фа. Отлично. Значит, это фа диез и будет давать нам дорийское звучание. И теперь найдем в тональности соль мажор те аккорды, ну, то есть построим в тональности гармонизацию, сделаем аккордов. И посмотрим, в каких из них будет содержаться нота фа диез. Например, если мы идем так же от ля, но в тональности соль мажор. Тут арпеджио у нас ля минор, например. Здесь все чистые ноты. То есть ладового звучания у нас, естественно, никакого не будет. Далее мы идем от ноты си. Отсюда у нас строится минор. Это я еще раз говорю, в дорийском ля минор. Вот, здесь строится си минор. Если мы играем просто си минор, мы видим, у нас присутствует нота фа диез. Ага, хорошо. Значит, это арпеджио на аккорд ля минор будет давать нам дорийское звучание. Так же, как если мы рассмотрим его как септаккордовое арпеджио. То есть добавим сюда седьмую ступеньку в си. То есть это у нас будет си, ре, фа, диез, ля. Си, ре, фа, диез, ля. Вот такой. Отлично. Поняли. Дальше третья ступенька у нас в миноре идет. Это до мэйч. Здесь у нас строится. Играть даже не буду, потому что до мэйч, там все чистые ноты, никакого фа диез там нет. Значит, соответственно, ни в аккорде до, ни в аккорде до мэйч не будет ноты фа диез. Значит, он не будет давать нам никакого лада. Пропускаем его. Далее идет у нас четвертая ступень ля минора. Это нота ре. И в данном случае здесь строится доминанс-септаккорд. Д7. И он содержит ноту фа диез. И значит, что на аккорд ля минор, если мы будем играть арпеджио д7, мы будем получать, или просто арпеджио ре мажор, мы будем получать 100% дарийское звучание. То есть, мы играем. Здесь оно работает. Также, соответственно, будет просто ре мажорный звучать. Хорошо. Далее идем. После ре мажора у нас присутствует ми минор. В ми миноре все чистые ноты у нас, поэтому он нам давать ничего не будет. И далее идет у нас от ноты фа диез, от ноты фа диез будет строиться у нас уменьшенное трезвучие. А в уменьшенном трезвучии как раз есть вот эта наша фа диез нотка, и она будет давать на аккорд ля дарийское звучание. То есть, вот аппликатурку вспомним. Фа диез, ля, до. Фа диез, ля, до. Так же, как и полууменьшенное от фа диеза, не путайте с уменьшенным, будет давать вам тоже дарийское звучание. То есть, мы можем играть ля в аккомпанементе, а арпеджио можем использовать полууменьшенное. Аппликатура также есть, вы можете посмотреть. Поэтому я могу играть сейчас те аппликатуры, которые не давал, но поэтому я проговариваю именно какое. А вы уже можете смотреть, откуда вы хотите играть, с какой ступени. Это будет работать в любом случае. Так, и далее у нас что идет? Да, и арпеджио, само соль, мейч 7, который у нас уже строится, в данном случае, вот от нашей нотки соль. Мы попробуем его тоже сыграть. Она тоже содержит фа диез и будет давать нашему аккорду дарийское звучание. То есть, пробуем, например, соль, си, ре, фа диез, соль, си, ре, фа диез, соль. Ну, например, такую аппликатуру. Можете ее использовать, естественно, совершенно спокойно. Будете получать дарийское звучание. Дальше перейдем к фрегийскому звучанию по-быстренькому. Значит, у нас есть три минорных лада всего. Это наш натуральный минор, это наш дарийский и наш фрегийский. Вот, дарийский с натуральным мы с вами сейчас разобрали. А теперь разбираем наш фрегийский в арпеджио. Итак, строим также от ля небольшую гармонизацию. Получается, что у нас будет первый аккорд отеля. Далее у нас пойдет нота си бемоль. И от нее будет строиться аккорд си бемоль мэйдж, либо просто си бемоль мажор. Вот эта нота именно и дает нам наше, соответственно, фрегийское звучание. В гаммах это будет, естественно. Ну, поэтому по гаммам у нас отдельная тема была в ладах. Я разбирал целиком гаммы. Так что посмотрите. Сейчас я сделаю акцент именно на арпеджио. Так, значит, от си бемоля у нас идет либо си бемоль мажор на арпеджио, либо арпеджио си бемоль мэйдж с седьмой ступенью. Это будет вам давать фрегийское звучание. Далее. Следующая у нас нота до. От до здесь будет строиться аккорд си семь, доминант септаккорд. И, как мы видим, собственно, он также содержит ноту си бемоль, которая нам и нужна. Значит, он будет давать нам фрегийское звучание. Вот такое будет примерно звучание. Далее идем. От ноты до мы его сделали. От ноты ре у нас просто ре-минал строится. В нем нет ноты си бемоль, поэтому мы его пропускаем. А вот от ноты ми у нас строится как раз полууменьшенный аккорд от ми. Вот. И здесь в нем присутствует, как мы видим, нота, опять же, си бемоль. Значит, на аккорд ля, если мы будем играть си бемоль, ой, будем играть ми полуменьшоночку, то мы будем получать наше фрегийское звучание. Так, идем далее. Ми сыграли. От фа у нас строится просто фа-мэйдж. В нем все чисто, нет никаких бемолей, поэтому пропускаем. После него идет уже нотка соль у нас, а от соль у нас строится соль минор. И, как видим, в соль миноре у нас есть нота си бемоль. Это значит, что будет у нас фрегийское звучание. Значит, две шемля. А можем даже два вместе сыграть. Например, А, М7 по и уйти в соль. Или наоборот. Сыграли. Отлично. И что у нас еще остается? А вот больше ничего, собственно, не остается. Вот это основные, так скажем, знания, которые вы должны знать, уметь играть. Мы, естественно, пойдем дальше и глубже, но это вот основная база такая. Если вы будете ее знать, и в руках у вас это все будет сидеть, и аппликатурно, и в голове, ну вот ваша импровизация, как и сочинительство, собственно говоря, значительно возрастет. Ну а я поздравляю вас уже с наступающим практически Новым Годом. До Нового Года я вряд ли еще запишу видео, но во время Нового Года, на первой неделе, я думаю, будет еще видео. Вот. С вами был Андрей Соловьев. В общем-то, всем пока-пока. До новых встреч. Всем удачи в Новом Году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова